Доброе утро! Доброе утро! Насколько велик был конкурс? Насколько тяжело было попасть в финал, так сказать, добиться того, чтобы рассказ был опубликован? Конкурс изначально предполагалось, что он будет достаточно велик и разнообразен, потому что это довольно редкий случай, когда россияне решили пустить на это довольно большие деньги. Призовой фонд составлял миллион рублей. Да вы что? Сколько вам досталось? Мне досталось в рублях 100 тысяч, минус налог. А это сколько на наши деньги получается? Не знаю. Тысяча евро примерно, да? Да, на самом деле даже меньше. Понятно было, что многие ломанутся в связи с этим, а насколько я знаю, на конкурс поступило 1800 рассказов. Ого! Это солидная конкуренция. Да, и с самого начала было ясно, что особенно рассчитывать не на что. Поэтому, в общем, я особо и не рассчитывал. Ну как, ты не рассчитывал, когда рассказ попал в финал конкурса, и всего лишь пять рассказов было отобрано? Ну так в том-то себе дело, да? Когда там, ну, условно, 2000 рассказов на конкурсе, то, в общем-то, понимаешь, что надеяться лучше не нужно. Ну вот, смотрите, вы получили 100 тысяч рублей, победитель получил 500 тысяч рублей. А Галина Юзефович, являясь председателем жюри, отметила, что вообще-то эти конкурсы не ставят целью давать какие-то денежные призы, а все-таки важнее для автора признания. Вот для вас в данном случае что важнее, почему вы приняли решение участвовать в конкурсе? Я принял решение участвовать, потому что для меня изначально мне хотелось написать рассказ и посмотреть, насколько хорошо я умею это делать. Потому что если ты пишешь рассказ, его читает один человек или два человека, всегда можно сказать, что это будет некая субъективная оценка. Когда этот рассказ читают достаточно большое количество людей, то уже можно говорить более-менее о том, что они тебе объективно скажут, насколько ты хорошо пишешь или плохо пишешь. Мотивация была скорее эта. Не то, чтобы я отказывался от мотивации приза или чего-то еще, но все-таки, когда участвуешь в таких конкурсах, больше мотивация, насколько ты можешь что-то сделать. Давайте расскажем немножко, о чем этот рассказ. Иммор, Павел. Ну, иммор, наверное, от английского immortal, то есть бессмертный и... Или от английского immortal, что означает аморальный, да? То есть вот двойное значение это вкладывается. Двойное значение, да. Но все рассказы на конкурсе были объединены темой бессмертия. Да, да. Эта тема была изначально заявлена, причем не просто так, а предполагалось, что конкурс раздвинет рамки научной фантастики. Так что нужно было как-то научно обосновать тему бессмертия. И каждый пытался это сделать в меру собственного понимания и разумения. Как бы ее обосновать. Рассказ был небольшой, там несколько вариантов бессмертия предлагается. Расскажите, что, собственно, происходит там. Ну, там, да, там... Я весь сюжет рассказывать не буду. Там, правда, предлагается несколько вариантов бессмертия, которые... Устаревшие и новейшие, так скажем. Ну, да. То есть там есть бессмертие через какие-то кибернетические примочки, бессмертие через какие-то биологические инновации, да, условно говоря. Бессмертие, когда ваше сознание помещается в сеть и живет там в сети, в тремя как ваше тело умирает. Вот что-то в этом роде. Если мы говорим о том количестве, что приняли участие в конкурсе, то сразу бросается в глаза эта цифра. 1800. И наверняка еще не все, кто пишет фантастические рассказы, в этом конкурсе участие приняли. Вообще фантастика сегодня популярный жанр. Да, но это такая странная популярность, если говорить о России. Потому что в год в России выходит тысяча оригинальных книг фантастических на русском языке. Тысяча. То есть объять это, в принципе, не может никто. Так что даже тупо прочитать, да. А при этом понятно, что там 99% из этого – это то, что читать нельзя, и лучше бы не издавать вообще. Издатели все время пошли по пути такой максимальной диверсификации рынка. И в результате, в общем, фантастика как жанр не то чтобы потоплена, но почти потоплена под вот этим вот валом довольно мутных текстов. Текстов не очень хороших, иногда откровенно плохих. А очень популярна, скажем, там, не знаю, романтическая фантастика, то есть женский роман, в общем, в какой-то обертке фантастической. Очень популярна тема так называемых пропаданцев. Это прекрасная совершенно штука. Попаданец – это условный Вася Пупкин из нашего времени, который полный неудачник, работает где-нибудь там в каком-нибудь провинциальном городке, скажем. Попадает в будущее или в прошлое? И попадает именно в прошлое. Попадает в прошлое, допустим, накануне Второй мировой. И ему нужно срочно из этого провинциального городка добраться до товарища Сталина и объяснить товарищу Сталину, что сейчас на нас нападут, и мы должны нанести упреждающий удар, а то и изобрести ядерную бомбу досрочно и показать всем Кузькину мать. Или попадает, допустим, накануне Октябрьской революции, и что-нибудь делает там. Иногда становится самым императором, потому что кто же лучше, чем Вася Пупкин, может управлять стороной. В общем, это такое изживание имперского комплекса своего рода, когда мы были бы великими, если бы не... Ну, если бы Вася Пупкин... И много всяких сослагательных. Да, да, да. Ну, на самом деле, я рискну предположить, что многие составляют свое впечатление о фантастике по голливудским фильмам в том числе. Там у нас зомби, бесконечные какие-то вирусы, которые поражают человечество, апокалипсисы разнокалиберные. В данном случае, если мы говорим о литературе, давайте, может быть, о мировой литературе поговорим, то там какой жанр, может быть, является популярным и насколько научная составляющая является важной в фантастике? Научная со временем стала не очень важной, потому что сейчас наука ушла довольно далеко от возможности объяснить обывателю, в чем, собственно, наука заключается. То есть если в конце 19 века это еще было как-то можно сделать, то сейчас это сделать гораздо сложнее. И писатели, которые пишут именно научную фантастику, такую, она называется твердая научная, Howard SF, они, как правило, рискуют тем, что не вся аудитория просто поймет, о чем идет речь. Там какие-то сложные объяснения и все такое прочее. А Голливуд, понятно, почему ориентируется на катастрофы. Катастрофы зрелищные. Всегда интереснее посмотреть, как большая волна смывает Белый дом или Кремль, или что-то еще, чем углубляться в довольно скучное визуальное, но, может быть, интересное интеллектуальное или эмоциональное приключение героев. То есть не приключение тела, а приключение мысли. А с книгами, к счастью, дело обстоит получше, но я бы не сказал, что сильно, потому что все-таки, как, собственно, и в кино, далеко не все используют возможности кино как средства, так и в книгах, увы, не все авторы используют возможности текста. Сбор, в который вошел ваш рассказ, появится в конце февраля, издан он будет в России, естественно. Будет ли он доступен в Эстонии, или только вам пару авторских экземпляров достанется? Я не знаю, надеюсь. Как бы не от меня зависит политика о формировании ассортиментов книжных. Ну и потом это будет, я думаю, не очень, скажем так, не очень тиражный сборник, не очень, боюсь, что не очень популярный. То есть все равно это такая вот нишевая литература. Ну, в общем, да. Ну, а если оценивать эстонский рынок местных авторов, насколько он велик, многообразен и популярен, в том числе среди местных жителей? Фантастики или... Вообще, давайте вообще, потому что мне кажется, что фантастики эстонскими авторами создаётся не так уж много. Или мы ошибаемся? Нет, вы не ошибаетесь. Хотя в Эстонии есть замечательное комьюнити, замечательный фэндом. Есть довольно большое количество фантастов, которые периодически что-то издают. В общем, это довольно интересные книги. Я не знаю, я слышал, что в Эстонии, на самом деле, у нас покупают книг очень много. Именно покупают. Вопрос, читают ли. Другой вопрос. Но поскольку у нас в значительной степени, как я понимаю, книга-издание финансируется культурой капиталом, например, то у нас с этим немного легче. В России среда более конкурентная, с другой стороны, рынок куда больше. Тут сложно сравнивать. Николай Караев был сегодня у нас в гостях. Мы ещё раз поздравляем вас с удачей на прошедшем конкурсе. Желаем дальнейших творческих успехов. Спасибо. Спасибо.